А здрасте! Всем, друзья, привет, уленьки! У нас продолжается золотой колос и продолжаем мы в него играть. Четвертый сезон, вторая серия. Не забудьте поставить лайкусик, если не подписаны на канал, то подписывайтесь. В общем-то, всем приятного просмотра! Ну и в начале серии, друзья, как обычно, по порядку. Давайте посмотрим, что у нас происходит на ферме, что у нас есть, чего у нас нет, чего нам надо. Начнем, друзья, с полей. Поля все созрели, с полями все прекрасно, надо будет заниматься уборкой. Об этом, в общем-то, чутка попозже. С этим мы будем сегодня развлекаться, да. Далее, заводы теплички. Начнем с тепличек, потому что там все просто. Тут у нас везде созрел урожай. Томаты, огурцы и на восточных теплицах, и на северных теплицах. Нужно внести удобрения везде и, в общем-то, эти самые теплицы засадить. Я вот думаю, что надо все эти урожаи, которые у нас есть, как-то в одно место все сгрузить. Не знаю просто, как сделать, чтобы было хорошо. Ну ладно, сейчас разберемся, тоже не проблема. Далее, заводики наши. На самом деле у нас работает только два завода, по факту. Это сахарный завод, который включится в 9 часов вечера. Тут еще осталось 270 кубов свеклы, и, в общем-то, за сегодня она вся переработается в сахар. Я пока вот не знаю все в раздумьях, что нам делать с этим заводом. По факту он нам не сильно нужен, деньги жрет, можно продать, заработать денег и так далее. И, друзья, ткацкая фабрика. Тут у нас... Ой, еще дохренище всего осталось. Не знаю, когда оно переработается. Короче, он в 10 часов включится, и пускай работает там себе. Не проблема. Хотя завод этот нам по факту-то и не нужен, наверное. Но пускай работает, ладно. А, ну еще у нас работал комбикормовый цех. То, что мы привезли в прошлой серии, по одному кузову, у нас тут все переработалось. И есть 58 кубов корма для несушек и 52 куба корма для бройлеров. На самом деле, если посмотреть на склад, есть у меня мыслишка вот это вот все забить, чтобы оно было по максимуму. По крайней мере, пшеницу уж точно надо. Хотя, с другой стороны, этого комбикорма нам может хватить надолго. Посмотрим, как оно у нас будет по потреблению. В принципе, все вот эти товары есть, можно этим... Хотя, с другой стороны, лишним этот комбикорм, наверное, не будет. Хотя, может и будет. Хрен его знает. Ладно. Я думаю, что можно отвезти туда немного пшеницы. Например, один прицеп 50 кубов, 54. Или большого мана 59 кубов. И на этом пока что сюда не ходить, ничего не трогать. Всего остального было потрачено, ну, по половине. Соя больше всего потрачено, было меньше половины. Ну, жмыха, ладно, половина была потрачена. Так что, теоретически, если отвезти еще один ман целый, то вот это все будет ближе к нулю. Можно, в принципе, отправить. Ну и, друзья, животные. В общем-то, у нас есть все загоны. Мы все купили, абсолютно. Но запустили пока что только птичек. В прошлой серии я отвез один поддон на инкубатор. Ночью я закинул второй. Из первого вылупилось 2600 цыплят. Где-то это было написано. Вот, 2670 цыплят. Я их перегнал в большой корпус. Но, так как это пока молодняк, яички они нам не дают. Когда они станут продуктивными, начнут давать нам яйца. В районе 10 часов дня надо будет обязательно закинуть туда еще один поддончик, как вылупятся другие цыплятки. И, в общем-то, тут мы пока трогать ничего не будем. Дальше нам надо, друзья, заняться коровками. И много чего надо привезти. Я долго думал, как мы будем этих самых коровок покупать. Можно самому повозить. Но, я не хочу не ставить никакие моды на большие вот эти вот прицепы для коров. Раз можно отвезти 28. А нам надо перевезти 1600. И я, друзья, подумал, что ну его нахер. Ни по автодрайву, ни по курсплею, ни по автогрузу это сделать автоматически не удастся. То есть, надо будет постоянно это тыкать. Поэтому коровок мы купим через меню. Овечек, может быть. Их тут 48 штук влазит в прицеп. И их там надо штук 1000. То есть, 20 раз скататься, в принципе, еще можно будет. Но коровок, увы, нет. Поэтому коровок мы купим через меню. Можно, в принципе, даже сразу посмотреть, сколько это будет стоить. Если покупать, вот, например, на один загон. А стоит это миллион сто. А до хрена, довольно-таки. А если все загоны забивать? Можно не все, можно, в принципе, их три забить. А четвертый корпус оставить для телятника. Потому что вот эти вот коровки, мы их покупаем сразу продуктивные. Они будут размножаться. Будут сразу же появляться телята. А эти самые телята будут расти и в телятнике жить долго не смогут. Надо будет их переводить куда-то в другое место. Ну и четвертый корпус можно под это все дело оставить. Почему нет? Но 3 миллиона 300, это такое себе. Ладно, в любом случае, нам сначала надо обеспечить их питанием. Как я уже говорил, тут не такие большие объемы, чтобы это все дело закупать. Хотя, с другой стороны, тут не такие большие объемы, чтобы этим заниматься. Поэтому проще все закупить. Ну ладно, мы как минимум один раз этим позанимаемся. Может быть, один корпус сегодня забьем, купим. Потому что я-то понимаю, что деньги вроде есть и все хорошо, но такое себе. В общем-то, вроде как план работы понятен, наверное. По крайней мере мне. А если что-то не сказал, то будет сюрпризом. И погнали тогда работать. Начнем мы, друзья, по традиции с теплиц. И на этот раз мы будем сажать клубничку. Потому что, по факту, томаты и огурцы нам не нужны больше. Вроде как того, что мы вырастили, для моих планов будет достаточно. Поэтому, пока что, на следующий день работаем ради бабла. А именно, клубничка. Хотя, клубничка тоже не только ради бабла будет выращиваться. Хотя, здесь мы все ради бабла-то делаем, по факту. Хотя, с другой стороны, играем мы и не совсем ради бабла. А играем ради игры. Ради того, чтобы играть, смотреть механики и всякой фигней заниматься. Но, чтобы смотреть все механики, иногда нужно бабло. Поэтому, ради бабла, да. Я уже более-менее наловчился, кстати, ставить эти сраные поддоны на рецепчик. Прямо вот так, чтобы ровненько было. Так что, в какой-то степени, я даже молодец. Ну, видите, как четенько. Правда, второй как-то там вылез. Но, ничего, его тоже можно будет пододвинуть. Так, еще один должен быть. Нет, семь. Да, семь. Значит, еще берем. Еще семь штук на обратную сторону. Остается 4 800. Видите, деньги, конечно, это такое. Их всегда мало. А что поделать? Такова жизнь. Это же все-таки симулятор. Поэтому, как в жизни, денег всегда не хватает. Сколько бы у тебя их не было, их все равно будет мало. Слушайте, ну я прям вообще четенько все расставил, да? Нормально. Все с опытом. Конечно, это не идеально ровно, но попробуйте хотя бы так сделать. В общем-то, вот этого товарища мы отправляем на теплице посадка. Не обращайте внимания, это у меня с другого сейва. Со стартовой точки его запускаем. Этот товарищ у нас, как обычно, сейчас поедет все посеет. Вернется на автомойку и начнет нам об этом кричать. Ну вот твою мать, ну вот ты не мог вот объехать стол, да? Вот. У него, в общем-то, все будет нормально. Это проверенная схема. Далее, друзья, возвращаемся на базу. И давайте вот этого товарища отправим сделать одну поездку пшенички на птицеферму. Я на птицеферму уже провел автодрайв за кадром. Поэтому зерно загрузка. На птицеферму зерно выгрузка. Везешь ты туда пшеницу. Черт, не на ту кнопку нажал. Ну твою мать, а? Бывает. Один раз. Один раз тебе надо скататься. После этого он поедет, припаркуется на автомойку. С этим, в общем-то, понятно. Ну и, друзья, отправим еще вот этого вот мана нашего контейнера тоже поработать. Как я уже говорил, степличек надо все свести на склад. Поэтому отправим его работать именно туда и за этим. Можно его, в принципе, даже сначала отправить на дальние склады. В смысле, на дальние теплицы, которые восточные. На восточных у нас 390 кубов томатов и 339 огурцов. Для того, чтобы все это вывести, нужно будет сделать 7 поездок томатов и 6 поездок огурцов. Поэтому можно, в принципе, ему и автогрузца сделать. Автоматики 7 поездок и огурцы 6 поездок. Ну и 13 в сумме. В автодрайве мы это дело не пропишем, но пофигу. Отправляем его работать. Рано или поздно у него там все закончится и он будет стоять. А тем более, что у него еще топливо закончится, скорее всего, по пути. Поедет заправляться. Короче, все равно собьется этот счетчик. Ладно, пофигу. Пускай едет, работает, все будет нормально. 8 часов утра у нас, кстати, стукнуло. С этим делом мы всем вроде как разобрались. Поэтому можно пойти заниматься уборкой, наверное, да? Погнали. Для того, чтобы начать, друзья, уборку, нам надо зайти в магазин и купить кое-чего для этой штуки. Начинать уборку мы будем с лука и моркови. И я, честно говоря, не знаю почему, но мне кажется, намного проще будет и быстрее сделать все это вручную. Но пока я тут еще разбирался, кстати, у нас уже посадились теплички. А еще с северных теплиц я отправил возить томаты и огурцы Мана Универсала. Пускай тоже параллельно катается с контейнером. И еще, кстати, на комбикормовый цех тоже успел съездить одну свою поездку, сделать товарищ, который туда повез пшеницу. И у нас все это дело не работает, надо это дело запустить. Почему оно не работало, а? Непонятно. Ну ладно. В общем-то, пускай оно все вот это вот делает. 59 кубов пшеницы здесь есть, пускай, в общем-то, опорожняется. А нам, друзья, надо купить жатки. Две вот такие вот жатки для уборки моркови и жатка для уборки лука. Потому что на одиннадцатом поле у нас растет морковь и лук. Так как этого урожая довольно много получается с поля, а нам надо не очень много, то я, соответственно, на маленькое поле пополам его посадил и все нормально. В общем-то, подцепляем сейчас одну жатку и едем на поле развлекаться. Вот они две. Какие красивенькие оранжевые. Начнем с оранжевого, потому что я люблю оранжевый. Вот оно, друзья, наше поле. Здесь вот так вот пополам растет морковочка и лучок. Ну, начнем мы с морковочки. Это левая сторона получилась у нас. Работать здесь будем сами на комбайне. А вот этого товарища, я, в общем-то, ему поставил, ну, грубо говоря, саморазгрузку комбайна, что ли. Я буду сам к нему подъезжать, разгружаться, и он будет отвозить это на склад. Ездить по полю за мной на комбайне, за комбайном, пытаться ко мне подъехать, он не будет, это, мне кажется, долго. И, в общем-то, я не знаю, наверное, таймлапсов давно не было, да? Или были недавно? Я, честно говоря, что-то как-то не в курсе. В общем-то, давайте, погнали, короче, работать, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, уборка у нас закончена. Грузовиков, как видите, здесь нету, потому что я уже отправил их на мойку еще с прошлой поездки. Возвращаться им сюда нет смысла, мы все равно этого комбайна повезем на базу, и там вручную выгрузимся. Но, что надо еще сделать с этим полем? Во-первых, друзья, надо его удобрить. Для этого мы, как обычно, вызываем самолетик, поле номер 11, и вот так вот. Во-вторых, после свеклы это поле требует вспашку, поэтому надо поставить его зачизелить. Я думаю, что одного комбайна вот этого, точнее, культиватора, что-то я несу. Вообще, по горло хватит, чтобы это все поле обработать. Я, друзья, кстати, забыл, что я собирался сбрасывать одометры, поэтому, знаете, хрен с ним. Там уже грузовики накатали много, там уже комбайн вот накатал на поле. Все, ладно, хрен с ним. Интересно было, конечно, за сезон, но ладно, уже не посмотришь. В общем-то, простой маршрут, поле номер 11, 4 метра на одно орудие, даже без поворотных полос, потому что этот чувак, в принципе, может это все делать четенько. Разгрузка, наполнение, парковка со стартовой точки он стартует. И автодрайв на поле номер 11, курс плей тоже ему надо будет обязательно начать, когда он приедет. И, в общем-то, отправляем его, и он там все закультивирует, он будет молодцом. А мы тогда возвращаемся к нашим баранам. Вот этого товарища нужно перегнать на базу. Ну, погнали, в принципе, это сделаем. Ну и на базе, друзья, мы уже должны высыпать вот это вот все оставшееся в бункер. Это можно сделать прямо из комбайна. Склад. Вот оно все выгружается, все работает. Давайте посмотрим, что мы там насобирали, на самом деле. Не так уж и много мы насобирали. 128 кубов морковки и лука примерно то же самое должно получиться у нас. Чуть больше его получается. Ну, ладно. В принципе, тоже неплохо. 148 кубов, чуть больше. Ну, ладно. Все, все нормально. В общем-то, комбайн мы этот сворачиваем. Жатку, в принципе, тоже можно свернуть. Единственное, что ее нужно сполоснуть. А там на мойке, наверное, даже очередь у нас уже образовалась. Потому что грузовики сюда приехали, а я их отсюда не убирал. Но ничего, сейчас уберем. Давай, дружище. Ты у нас... Немного ты поездил, конечно, сегодня, но пока нормально. Вообще, на самом деле, можно его сразу отправлять в работу. Он у нас поедет на поле 21-22 и будет у нас возить зерно на мельницу. Мельница, выгрузка. Во. Можешь сразу туда, в принципе, ехать. И знаете что? Вот этого черненького товарища, он, правда, сейчас помоется, неизвестно зачем. Но я привык уже, знаете, всех после каждой работы отправлять на мойку. У него то же самое, поле 21-22 и на мельнице выгрузка. То же самое, абсолютно. Они потом поедут в работу туда, сейчас мы туда кого-нибудь загрузим. А тебя, товарищ, надо помыть. Складываем еще и комбайн, кстати. Я что-то про это совсем забыл. И давай, дружище, мойся. На самом деле, комбайн не сильно-то испачкался, а вот жадка, в счет на того, что мы только пол поля этой жадкой убирали, она прям... Ну, правильно, жадка-то в земле ковырялась. Комбайн в земле не ковырялся. Так что тут все логично, все нормально. Давайте скинем куда-нибудь эту самую жадку. У меня, в принципе, остальные жадки вот тут вот лежат. Аккуратненько. Не знаю насчет аккуратненько, но, короче, валяются вот здесь. Комбайна можно даже и в гараж загнать, наверное. Вот в этот. Сейчас отсюда еще комбайны надо будет доставать. А, блин, работает. Знаете, вот много полей появилось, и как-то все не успевается теперь. С одним полем было проще. Но, с другой стороны, мы теперь можем зарабатывать кучу денег. Все, друг, ты у нас будешь стоять здесь, ты молодец. Давайте посмотрим, что у нас происходит на наших теплицах. Что отсюда повывозили? С восточных теплиц уже вывезли все томаты и остались огурцы. С северных теплиц наоборот. Огурцы уже почти все вывезены, остались томаты. Все понятно, все понятно. Ну, пускай, в общем-то, возятся. Ну, что ж, друзья, у нас уже почти 10 часов утра, и убирается 21-22 поле. Я, на самом деле, ждал, пока закончит работу ман, который возит с восточных тепличек все на склады. Он вот закончил. Я просто, как уже говорил, не хочу миллион техники запускать, а то компьютер может из-за этого повеситься. Ну, вот тут у нас идет уборка, они идут по кругу, два раза они идут по кругу. Два комбайна у нас тут работает, это Кейс и Идеал, и с ними работают два грузовика. В принципе, работают нормально, сильно долго они не простаивают. Я повырубал им избегать посевов, и вроде как оно намного четче стало работать. И, друзья, что самое главное, у нас вот этот вот комбайн отделяет соломку, потому что все-таки мы собирались заниматься коровками. Есть у нас, друзья, вот такой вот пацанчик, я его тут на заправку отправил, потому что он был пустой прям совсем. Это наша тюкалка. Надо, друзья, наделать немножко тюков соломы, чтобы можно было как-то начать заниматься коровками. В общем-то, этому товарищу копируем маршрут от нашего комбайна. Он поедет ровно за комбайном, будет собирать оттуда тюки. Тоже по правой стороне, именно с правым комбайном он будет работать, и отправляем его на поле номер 21. 21-22, даже если быть точным. Там разные точки на разных полях есть. Есть общая точка, есть каждому отдельная точка. Так удобнее. В общем-то, этого товарища мы отправляем. Ну и привез еще на поле я вот этого мана, с помощью которого будем эти тюки собирать. Тюки будем отвозить на склад, на склад тюков. Кстати говоря, насчет завода. В первую очередь надо запустить этот самый кормосмеситель. К нему же подсоединяются склады? Да, к нему подсоединяются склады, склад квадратный, склад круглых тюков и силостную башню тоже можно в принципе подсоединить. Но мы пока не будем. Силостные башни я пока что не намерен включать. Наша задача сейчас сделать солому и отвезти на, получается, на склад тюков. Их туда влазит довольно-таки много. Но я думаю, что на первое время нам хватит одного прицепа. То есть 72 штуки это будет прям за глаза. Теории. Как оно получится на практике, непонятно пока что. Но мы в любом случае, пока что только один коровник, один, не знаю, бункер, загон, корпус точно. Здесь корпуса. Один корпус забьем коровками. Посмотрим на расходы, посмотрим на все вот это вот дело. И там уже будем думать, что будем делать. Как только мы начнем делать моносмесь, можно будет их обеспечить сеном, травой, свеклой, морковью. Это у нас есть же мы, хотруби тоже есть. Воду мы надыбаем, починим эту вышку. Ну и солому мы сейчас тоже им нарулим. Если посмотреть по корпусам, то не так уж много тут всего требуется. В крайнем случае, можно будет, конечно же, это все закупать. Если я немножко провофлюсь с расчетами, если все будет плохо. Денег на самом деле у нас по факту мало. 4,5 миллиона с учетом предстоящих расходов всех. Это прям проблема-проблема. Так, о, тюкалка приехала, замечательно. Сейчас она начнет свою работу. У нас тут благо есть автоподбор. Единственное, еще хотелось бы, чтобы лишних тюков не было. Как-то за этим всем уследить. И, честно говоря, я не знаю, получится это все дело или нет. Но постараемся. Просто лишний тюк... Хотя, один лишний тюк можно будет и продать. Тоже не особо большая проблема. В общем-то, я собираю, друзья, вот эти вот тюки. И мы встречаемся, смотрим, что да как. И знаете, друзья, довольно-таки быстро это все дело у нас произошло. Почти весь прицеп забит, а он только-только, по сути, выехал на вторую проходку вокруг поля. Еще два тюка ему осталось сделать, и мы как раз прервем маршрут, чтобы он больше солому не собирал. Вполне себе, по-моему, логично. Вот этот последний будет. Маршрут можно сбрасывать. Тюкалку мы закрываем. И погнали, наверное, ее припаркуем куда-нибудь. Да, вот он, как раз полный прицеп тюков. На самом деле, тюкалку можно даже вот здесь вот оставить. Единственное, главное, чтобы ее не стырили отсюда. Но вроде как рядом валероны работают на комбайнах. Черт, я, кстати, давно уже не обзывал наметов валеронами. Но не суть важна. Погнали вот этот вот прицеп весь отвезем на коровник. На наши склады тюков. Я, друзья, пока что еще не сделал автодрайв сюда. Поэтому, увы, будем сегодня ручками работать. Хотя, может быть, кому-то это и больше нравится. Не суть важна. Итак, вот он наш склад тюков. По-моему, заезд с другой стороны идет. Загрузка всего этого дела. Да. Вот здесь вот они выгружаются. Бздынь. Выгружаем. И они появляются в одном ряду. Вот они круглые в первом ряду появились. Теперь, друзья, нужно сделать то же самое с травой. И на самом деле... О, Орион прибыл на парковку. Закончил работать. Молодец какой. Это хорошо, что у нас техника освободилась. Но, короче, это будет относительно геморройным занятием. В общем-то, сейчас я вам все расскажу. Траву, друзья, я планировал брать вот отсюда. У нас есть 18-е поле. Я здесь всегда выращивал траву. Ну, почти всегда. Сейчас тут растут деревья. Деревья, друзья, еще не выросли до своей максимальной высоты. Поэтому пилить их пока что рано. В принципе, расстояние между деревьями 10 метров у нас везде. И теоретически косилка даже между ними сможет проехать. Но, да, я псих, но не настолько, чтобы сейчас здесь пытаться косить эту самую траву. Можно взять в аренду, например, косилку чуть-чуть поуже. И она точно здесь проедет. Но тоже не хочется. Поэтому, друзья, у нас есть еще один вариант. А именно вот эта самая лужайка. Она находится, как ни странно, в нашей собственности. Потому что эта территория принадлежит территорию Восточного тепличного комплекса. Теоретически можно ее покосить. Но, на самом деле, находится она в полных пердях. Тут с рельефом проблемы. Я помню, что я намучился еще в 17 ферме как-то раз я ее косил здесь. Поэтому этот вариант мне тоже не очень нравится. Есть у нас еще один. Когда-то давно, друзья, мы упарывались в контрактике на полях. И вот эти вот поля были засеяны травой. Тут были контракты на тюковку. И мы их выполняли. На самом деле, после этого остались вот такие вот неприятные моменты в виде травы. За пределами поля. У меня, на самом деле, сколько мы владеем этим полем, они все время калят. И мне все время лень убрать вот это вот все дело. Но сейчас пришла пора, возможность все это сделать. Я пригнал сюда технику. И, друзья, траву мы возьмем вокруг вот этого поля. Если будет мало, поедем еще вокруг 19-го возьмем. Его вроде как всего должно будет хватать. Да, я знаю, что можно притепить тюковщика прямо к косилке. Но, друзья, мне очень сильно хочется убрать вот эти вот кусочки. Поэтому пойдем по старинке. Косилка, волковалка и тюкалка. Ну и подборщик тюков. Единственный момент, знаете, что мне, наверное, хочется сделать? Или подождать, наоборот, пока они поле уберут. Тут им, на самом деле, работа на полчаса осталась. Они уже почти все сделали. То есть, довольно оперативно они работают. Ну да. Так вот, иногда вот такое вот дерьмо случается неприятное. Но, на самом деле, оно случается довольно редко. Что меня, в принципе, радует. Пожалуй, да, друзья. Мы сейчас отключим комбайны, чтобы мой компьютер не взорвался. Давай-ка, прервем тебе маршрут. Я этому, кстати, уже давно салон поставил убирать. Как только понял, насколько много ее здесь вокруг получается. В общем-то, ты, товарищ, отдыхай. Ты, товарищ, тоже отдыхай. Ну и с автодрайва мы их тоже сейчас вырубим всех. Пускай сходят на обед, пока мы тут косим траву вокруг. Потому что, как я уже говорил, много техники на курсплеях, на всяких. Это очень плохая идея. В общем-то, начинаем мы, друзья, с косилки. И, может быть, имеет смысл, наверное, по дорожкам проехаться, обозначить им зону, вокруг которой надо косить. Давайте так и сделаем. Че уж тут. Проедемся вокруг поля по дороге. И где косить, где не косить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так вот. Отлично. Это будет контур нашего поля, где можно будет косить. Давайте даже на всякий случай сохраним. 21-22. Пускай будет вот так вот. И генерируем маршрут вот именно по этому контуру. Поставим, я не знаю, с десяток даже, да, пускай 10 будет. Поворотных полос. 10 метров ему ставим ширину. И получается у нас вот такой вот маршрут. То есть, ну, вокруг он покатается. Где-то на четвертой полосе можно будет его снимать. Как я уже говорил, да, я знаю, что можно это сделать меньшим количеством техники. Но мне хочется убрать вот эту вот всю новую поняли. Поэтому косилку запускаем отдельно. Я надеюсь, у него все будет нормально. Иногда, когда вокруг вот так вот объезжаешь, почему-то что-то не так происходит. Что сейчас не так, а? Вот, вот видите, оно что-то не хочет. Когда со стартовой точки, значит, с ближайшей подходящей ставим. И он все равно не хочет. Какого лешего, а? Когда вот так вот вокруг поля генерируешь, иногда бывают такие косяки. Я к этому уже, если честно, привык. Все, он пошел работать. Сейчас он тут все соберет. Блин, ширина волка стоит. Ну ладно, пофигу. На самом деле, это все не важно. Пускай едет так. Мы же в любом случае все это дело будем еще и волковать сверху. В принципе, для волковки можно тоже сразу этого товарища отправлять. Загружаем его маршрут 21-22. И на его основе вот отсюда. Хотя на самом деле, кстати, можно даже скопировать маршрут товарища, который у нас поехал косить. Так будет даже правильнее. Отправляем его тоже волковать. Вот и он куда поехал, а? Так рано. Что-то не так. Почему-то это тут не работает так, как должно работать. И это на самом деле странно. Сейчас-то ты сможешь, а? Товарищ, пожалуйста. Я очень прошу. Во. Вот так вот это все должно было сразу работать. В общем-то, волковщик у нас тоже пошел. И по этому же самому маршруту волковщика можно от тюковщика еще запустить. Да. Будем делать тюки с травкой. Ну, в теории, в теории, конечно, должно будет здесь все четенько получиться. Должны мы насобирать 72 тюка здесь без проблем. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Да, там, кстати, еще тюк с силосом лежит. Блин, надо его оттуда убрать. Где-то здесь тоже остался, потерян и уже давно лежит. Я про него... Давно вот он попадается мне, но я про него все время забываю. Давайте его на поле куда-нибудь скинем, потом заберем. Запускаем в работающую нашу тюкалку по тому же самому маршруту. Копируем его у Ориона и со стартовой точки давай. Тут и выпендриваться, я надеюсь, не будешь. Потому что выпендриваться некрасиво. Да, вроде запустился, вроде работает. Все, травушку подбирает. А что это у нас смещение какое-то стоит? Я не понял. Один вправо. Я тебя услышал. А, это у Ориона. Она еще стоит неправильно, кстати. Да, я тут сейчас понатыкал. Так, товарищ, давай-ка ты это самое в стороночку. Я понял, в чем косяк. У Ориона у нас косяк, на самом деле. Он у нас генерировался на две этих самых. У него-то, в принципе, получается все собирать, если так посмотреть. У него стоит влево-вправо, да? Нет, слушайте, у него не стоит. У него все четко. Странно. Но попробуем. Давайте попробуем еще раз загрузить маршрут. И все, без смещений получилось. Отлично. Давай тогда дубль 2 со стартовой точки. Едь собирает травку. А мы вот этого пацана еще на фоллоу-ми тоже ставим след за тюковщиком. Сколько здесь тюков получится из поля, не знаю. В общем-то, пускай они катаются. Во, сейчас вот он ровненько поехал по волку. Отлично. Соломы было явно больше. Ладно, пускай собирают. Надеюсь, все будет нормально у них. Когда тут что-нибудь будет более-менее интересное, мы опять-таки встретимся и посмотрим, что да как. А пока, друзья, у нас там все работает. Я хочу сделать еще одну штуку, которая тоже будет стоить довольно-таки дорого. У нас, в общем-то, закончилась перевозка уже всего на товарный склад. И наши склады товарные. 915 кубов томатов у нас есть и огурцов 593 куба. Зачем, друзья, мы это все выращивали? А я уже рассказывал, для производств, для заказов. Некоторые заводы я не собираюсь покупать, но на них может выпасть контракт и срочный груз, поэтому будет обидно это все дело провафлить. На самом деле, кстати, я не знаю, остался он или нет, но пару... Да, срочный груз на яйца мне появился, он еще остался. Увы, у нас уже есть курочки, но они еще слишком молодые, это еще цыплятки. Они еще не дают нам яйца, увы. Но ничего страшного. Кстати, за это время закончил работу инкубатор, и я туда еще закинул. В итоге у нас уже 5000 цыпляток. 5490 цыпляток у нас уже есть. Ну и я закинул еще несушек в инкубатор в 11 часов вечера примерно, чуть раньше он тоже закончил свою работу, и мы закинем туда еще один поддончик. Там уже бройлеры у нас будут делаться. Комбикорма, кстати, уже довольно-таки много. Насобиралось у нас еще пшеница, осталось 35 кубов. Я думаю, что больше мы этим заводом заниматься не будем, этого должно хватать прям надолго. Параллельно, кстати, у нас еще работает мельница, потому что я ее запустил, когда начали уборку пшеницы. У нас делается тут мука пшеничная, я ее не фасую, она пока будет у нас лежать не фасованная. Пока что нужна, но это все потом. Друзья, что я хотел сделать с товарными складами? Меня интересует в первую очередь консервный завод. Не знаю почему, но вот захотелось. Нам много чего надо будет отсюда сделать, но начнем мы именно с томатной пасты. Тут вон 4 вида разной продукции, томатной пасты, и сделать ее нам нужно довольно-таки много будет. Ну, мне по крайней мере так хочется. А именно, друзья, 300 кубов, стоит это все дело 765 тысяч денег, но так как мы абсолютно все томаты сюда привезем, это будет стоить 225 тысяч, не так много. Томатов надо привезти сюда аж 600 кубов. Благо консервный завод у нас находится здесь прямо рядом, и я думаю, что за час он вполне сможет это дело осилить. Оплачиваем работу, у нас есть 1 час на доставку сырья. Нужно привезти 600 кубов томатов. Здесь у нас есть контейнер по 60 кубов, ему 10 поездок надо будет съездить. Я вообще, знаете, что думаю надо сделать? Надо сделать одну поездку вручную, а потом поставить 9 поездок по автодрайву. Кстати, насчет автодрайва у меня, скорее всего, не прописан забирать из склада. Да, этой дорожки у нас, увы, нету. Надо сделать. Это, в общем-то, довольно-таки быстро будет сделано. Давайте вот отсюда начнем запись. Вот это вот дело вот так вот подсоединяем. Проезжаем через триггер. Например, как-то вот так вот он должен будет забирать. И давайте вот к этой точке. Нет, к следующей тогда. Блин, неудобно здесь все это перемешалось. Точка тоже неправильная. Вот, вот к этой. Обзываем ее склад 2 загрузка. На товарных складах тоже надо будет как-нибудь сделать полностью автодрайв, все подсоединить. Но у меня все вот времени не доходит. Когда я думаю на стриме это сделать, так ребята просят рассвет. Ха. Не знаю, продолжается он до сих пор или нет. Но, в общем-то, это у нас есть. Давайте один прицеп действительно вручную отвезем. Начать заполнение. И оно не начинает заполнение, а кнопка горит. Ладно, попробуем заехать передом. Я знаю, с контейнерами иногда такая случается. Какофония. Вот так вот. Он все равно не работает. Какого хрена? А потому что у нас тот склад пустой. У нас вот загрузка. Ёперный театр. А я-то думаю, что не так? Я ж на тот склад сделал, да? Автодрайв. Ха. Можно, в принципе, знаете, что сделать? Ну да, я сделал не на тот склад. Это у нас склад 2 загрузка. Это на самом деле склад 3 загрузка. Черт, время-то идет. Что самое главное. На самом деле, если не успеешь сделать, тебе вернут деньги за производство. А весь товар останется там. То есть можно будет сделать еще раз заказ и потом довести. Будет еще час времени. Так что не проблема. Так, это у нас, значит, будет склад 3 загрузка. Расточка уже есть. Давайте я сейчас по-быстрому. Можно даже вот это вот дело все отсоединить. Сейчас мы тут это все дело допилим. Во, вот так вот это должно все работать будет. Давайте, в общем-то, ручками сейчас один прицеп отвезем, как я и собирался. Чтобы потом 9 поездок ему зарулить. Чтобы он потом уехал на базу. И мы вообще были не в курсе, что у нас происходит. Чтобы не париться по поводу всего этого дела. Во! О, теперь работает. Грузим 60 кубов автоматиков. На самом деле, для ускорения процесса можно даже автогруз забубенить. Потому что он грузится, он разгружается долго. Плюс он еще после загрузки-разгрузки стоит долго. Почему-то автодрайв у нас именно так работает. Но ездить тут понты как бы. 10 поездок это по 6 минут на одну поездку туда-обратно. Я думаю, что он будет быстрее, чем 6 минут тратить на то, чтобы это все дело перевести. Поэтому погнали, в общем-то. Ладно, отвезем ручками сейчас один прицепчик. И экс, вот тут мы разгружаемся. Пошла разгрузка. Заводы к консервный завод. Вот он заказ товара. Все у нас здесь учитывается. Время ожидания 53 минуты. Это вот я столько времени потратил на автодрайв. Ну ладно. Склад 2, загрузка, ты выгружаешься. Точнее загружаешься, выгружаешься на консервный завод. Склад. По-моему это работает. И возишь томаты. 9 поездок. Погнал. Все и меня не беспокой, пожалуйста. А мы погнали дальше развлекаться с коровками. Я, друзья, почти сразу просек фишку, что здесь травы будет не особо много. Поэтому поменял тюковщик примерно на половине. И оказалось, что реально примерно на половине. Правда он еще и в солому он сейчас умудрился собирать. А, у нас еще один... Нет, еще одного круга не будет. Он как раз и закончил. Вокруг вся трава у нас, друзья, собрана. Он застрял. Ну ладно, пускай в нем солома будет. Ничего страшного. Нас интересует сейчас вот этот товарищ. Не знаю. 52 тюка здесь. Около 24 здесь травы и все остальное силос. Погнали это все дело тоже выгрузим на наш склад. Вообще именно силосных тюков у нас будет как бы потребляться самое больше, скорее всего. И на моносмесь там больше всего их идет. Так, выгружаем. Упс. Давайте, товарищи, исчезайте. Да, тяжеловато здесь ему заезжать. Маневрировать. Ну ладно, закинем остальное ручками. Бздынь и бздынь. Все. Давайте этого товарища отставим в стороночку и посмотрим по менюшкам, как это все сейчас будет здесь работать. А тоже, блин, интересно, мать его. Во-первых, на складе вот они появились. Давайте посмотрим, сколько вообще чего. Сколько мы привезли. Склад тюков. Коровник, да. Соломы привезли самое больше. 10 рядов здесь получается. Ну и 10 рядов квадратных. Ну и нормально, пойдет. Ну и первое, что нас интересует, это, конечно же, кормосмеситель. Склады тюков у нас подсоединены. И, наверное, можно это запустить. Да, оно работает. Правда, быстро работает. Слушайте. 143 куба в час производительность. Нихренашеньки себе я вам скажу. Но вопрос, сколько они еще будут ее жрать. Ладно, пускай вот это вот все дело у нас работает. Вот он как раз силос и пошел жрать, уже тюки исчезают. Пропорция трава силос солома 40-40-20. Понятно. С этим понятно. Животные. Давайте посмотрим, что у нас с животными нас интересует. Коровник. В частности, меня интересует вот это вот все дело. Сено-трава. Смотрите, здесь есть две стрелочки. Красное это купить, а желтенькое это заполнить из складов. Поэтому давайте сено-трава мы позаполняем сейчас. Давайте один корпус и телятник. Два корпуса. Два корпуса и телятник. Из телятника будем переводить во второй корпус, а первый закупим. Свекла, морковь нам надо привезти. Жмой ход руби надо привезти. Воду нам надо... Так, продало имущество большой лук. Хорошо, мне пофигу, если честно. Я за ним не охотился. Да, там срочная продажа была. Солома мы заполняем. В принципе, солома можно... А что здесь 15 кубов всего залезло? Странно. Ну ладно. Блин, денег просят за это. Причем немало. Так, вода. И моносмесь. А почему моносмесь не хочет? А, потому что у нас отключен склад. Моносмесь можно спокойно добавить. Быстро оно все, конечно, делается. Это прекрасно. Ну, закупать дорого. Ладно, 5 кубов пока что. Я надеюсь, им хватит. Здесь у нас, видите, по 100% то, что мы закинули. Погнали починем водонапорную вышку. Вот она рядом находится. Чтобы и водичка у ребят была везде и всегда. Сдынь. 8000. Нихренашеньки себе, я вам скажу. Но все, ладно. Починилась и загудела. Это прекрасно. Я вот вижу, что томаты. Почему-то есть какой-то косяк с томатами. На загрузке? Это на выгрузке. Черт. Интересно, как давно он здесь стоит. Значит, товарищ, мы тебе автогруз делаем, чтобы не париться. Выгрузить в склад томаты на консервный завод. 9 раз. Все. Готово. Здесь мы тогда выключаем. Вот это вот дело. Он выгрузился. И 8 раз ему теперь надо съездить. Все. Поехал. Погнал. Сколько там времени-то осталось, а? Ткацкая фабрика. Нет, не ткацкая фабрика. У нас консервный завод. 408 кубов. 44 минуты. Ну, давай, короче, вози. Мы возвращаемся на наш коровник. Тут у нас все гудит, все хорошо. Но меня интересует меню. Вышку мы починили, вода заполнится, когда появятся коровки. Это я уже понял. Мне под прошлой серией написали, что не работало. Хотя там и фикс какой-то после этого, кстати, выходил. Так, моносмесь. Все. Делается. Интересно, вот оно автоматически будет пополняться, когда надо будет или нет? Хороший вопрос. Нам надо, друзья, еще привезти свеклу, морковь и жмых отруби. Поэтому погнали, это сделаем. Для этого, друзья, мы воспользуемся вот таким вот маном. 27 кубов у него кузов и прицеп. Поэтому довольно быстро мы это сможем все с дела привезти. Погнали, загрузим в кузов, например, овощи. У нас есть морковь. А потом на сахарный завод и загрузим там жмых. Здрасте, здрасте. А вот мы и приехали. Такс. Ну тут вручную придется по корпусам развозить. Я вот тут мана, конечно, не очень хорошо поставил. Надо его отогнать. Вроде как на все корпуса должно хватить того, что мы привезли. Сперва, друзья, заполняем первый, второй корпус и телятник. А потом заполняем третий, четвертый, сколько там останется. Можно даже вот со второго корпуса-то и начать. Просто на эти корпуса-то точно хватит. Прям 100%. Так, с морковь выгружаем сколько можно. А можно не очень много. И жмыха выгружаем тоже сколько можно. И можно всего лишь три куба. Даже лишний останется, наверное. Давайте в первый корпус сейчас то же самое выгрузим. Все. Так, морковочку выгружаем. И жмых тоже выгружаем. А с кубов осталось морковь. Слушайте, сейчас тут на все эти самые хватит. По одному прицепу. Но благо тут есть рядом ферма Кузнецова, куда можно будет это все дело по-быстрому сплавить. По крайней мере жмых. Морковь-то не пропадет. Моркови-то не хватит на все корпуса. Так, насколько я понимаю, куда-то сюда это все дело надо выгружать. Да, морковь вот тута. Ну и жмых, соответственно, тоже туда, наверное. Да. Бздынь, жмых тоже готов. Моркови 9 кубов осталось. Погнали. В третий, четвертый корпус тоже повысыпаем это все. Начнем с третьего. Давайте вид из кабины сделаем. А то тут нихренашеньки не видно. И жмых тоже высыпаем. Три куба у нас морковки осталось на последний корпус. Ну и ладно. В следующий раз, значит, им больше достанется. Ничего страшного. Так, жмых выгружаем. И морковь выгружаем. Остатки жмыха, друзья, я сейчас поеду продам на ферму Кузнецова. Потому что, ну типа, оставлять здесь прицеп, везти их обратно на завод, тоже такая себе идея. У нас этого жмыха дохренища. Так уж получилось. Ну вот, ферма Кузнецова его спокойно принимает. Я его, кстати, давно не вывозил. Но, с учетом того, что я сейчас... Э, а чё? А чё он его не принимает? Или у тебя места нету? Места есть. Чё, много. Сорона разгрузки неправильная стояла. Я понял. Назад он не хочет. Или налево не хочет. Короче, выгружаем. И, пожалуй, вот этого пацана мы оставим здесь. Пускай стоит. Потом с ним разберемся. Сейчас он нам не нужен. Мы опять возвращаемся на коровник. Что нам тут расскажут? Всё хорошо. Видите, всё зелёненькое. Вода появится, когда надо будет. Продуктивность появится, когда будут коровки. Моносмесь. Сколько уже? 27 кубов, кстати, уже. Давайте первый корпус забьём. Билятник забьём на всякий случай. 7 кубов. И ещё второй корпус тоже не помешало бы. Всё-то я уже подумал о том, что два корпуса мы забьём сейчас. Раз уж тут всё есть. Трава у нас закончилась. Кстати, надо будет нарулить травы. Но и силоса ещё сколько-то вон есть, он будет перерабатываться. Хм, а чё это ты так считаешь? Или у нас на складах тюков закончилась? Трава. Нет, она есть. Он же производит силоса. Силос он видит, а сено траву не видит. Это странно. Ну ладно. Потому что трава есть. 83 куба. Ладно, пускай она работает. И тут у нас, в общем-то, всё поня... А, коровки, коровы, купить же надо. Ёшкин кот. Я про это совсем забыл. Хотел вот так вот всё оставить. Давайте, моносмесь вот 4 куба появилась. Можем спокойно чё-то закинуть по минимуму. И давайте купим 400 коровок в первый корпус. И 400 коровок во второй. Тратим на это 2 миллиона 200 тысяч. Ещё благо у нас остаётся 2. 100. Хочется ещё с другими животными поиграться. Вода пока что не прибавилась. Но она сейчас прибавится. Всё нормально будет. О! Бздынь. Расходы на воду. Само всё сделалось. И продуктивность 100% тут сразу же появилась у нас везде. За моносмесью будем следить. Я думаю, что я через какое-то время пойду закину, чтобы полный корпус был. И всё было нормально. Тут у нас, соответственно, появились коровки теперь. Вот они тут гуляют. Я все коровы купил одинаковые. В 3-4 корпус, друзья, возьмём какие-нибудь цветных. Вот этих чёрно-белых, наверное. Хотя эти плодиться будут на 3-4 корпус. Ну, я думаю, что мы 3-й корпус ещё закупим. А 4-й будет для тех, кто расплодился. Они, кстати, тут везде сразу появились. Ходят жрать в чужие корпуса. Вот падлы, а. Ну ладно. Друзья, у нас осталась ещё уборка посев. Но это всё я сделаю то ли за кадром, то ли, может быть, стримы какие-то будут. Хотя они уже были, если так. В общем-то, с этим поразвлекаемся. В следующий раз будет тоже какое-нибудь интересное развлечение у нас. Я, на самом деле, даже ещё не прикидывал, что сеять надо. Но это не проблема. Всегда можно посеять пшеничку. И что-нибудь из неё сделать. В общем-то, всё это доубирается до следующей серии. И в следующей серии будем развлекаться, продолжать дальше с животинкой с нашей. Может быть, уже деревья вырастут. Может, ещё что-нибудь будет. Чтоб с травкой было немножко попроще. Ух, ты ж ёжик. Я лучше бы отсюда выбраться, а то здесь неприятно находиться. Короче, лайкусики, друзья, не забываем. Комментарии не забываем. Хотите смотреть серии заранее, то спонсорская подписка. Плюс там ещё другие игрулечки разные прикольные выходят. Те, кто уже спонсорку оформил, вам ведь большое спасибо, чкине. Ну и в общем-то у меня на этом всё. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилай. И всем пока-ки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok